Так, что ещё мы здесь? Отделы тела, ну всё, мы сказали, всё внешнее. Нервная система. Если понятно, брюшная нервная цепочка у всех есть, и мы сказали головной мозг. Для ЕГЭ такая идея. Основная часть головного мозга, в основном головной мозг у всех членистоногих образовался из надглоточного ганглия. Вот глубина, потому что я всё проанализировал, посмотрел, и такой можно сделать вывод. Иногда, конечно, чуть-чуть есть разночтение в литературе, но в целом надглоточный ганглий образовал головной мозг. И наиболее сильно он выражен у насекомых и пауков. То, что там надглоточные ганглии очень сильно разрослись. У раков как-то поменьше. А там как получается? У нас были кожи печей, но у них было два надглоточных ганглии и один. Это подглоточный. А с подглоточным что происходит? Подглоточный тоже отдельно есть. И поэтому фактически тоже мы видим, он достаточно мощный подглоточный ганглии, но начинается сильная концентрация в надглоточном. Такого укольчатых нет. Здесь прямо как сильная, такой настолько, что… У нас уже один получается надглоточный, да, или два? Я тебе так скажу, что у насекомых три части в надглоточном ганглии точно. У пауков и у раков так не выделяют. Там один такой конгломерат, он не делится. У нас, да, у раков, у пауков точно некий один конгломерат, да, есть надглоточного ганглия, на две части не делится, это точно. А у насекомых на три части делится. Вообще он в узорской программе даже называется, я не хочу название тебе говорить, чтобы вас не грузить лишним ничем. Но у насекомых, мало того, там даже на отглоточном ганглии начинаются выросты специальные, они называются грибовидные тела. Это для ассоциативного поведения, потому что… Общественные. Они общественные, да. Там пчела, когда мед где-то собрала, вернее, нектар, она потом прилетает в уль и начинает рассказывать, где она была. И чтобы рассказать всё, она там делает целый танец, там круги всякие показывает, куда надо лететь, всем, все сидят и смотрят, как в кино, да. Как они понимают, что, как бы, как она ещё залетала? Она же, наверное, когда летала, запоминала дорогу, вот. Это как острица, помните, когда выползала, так сказать, откладывала яйца, она тоже запоминала, наверное, дорогу, чтобы назад заползти. Так и пчела. Но острица вряд ли передаст кому-то. Так, хорошо. Хорошие мышцы это должны были сказать по крови? Кстати, я не сказал, да, мышцы. А вы знаете, кожного мускульного мешка никакого нет. Начнём с этого. И ничего про мышцы не сказал, действительно. Кожа — это гиподерма. И мышцы начинают дифференцироваться на различные группы. Но мы не делим их. То есть мышцы начинаются, дифференциация мышц на группы в виде пучков. Но мы их не делим, вот как было у червей там всяким. Вот так вот по расположению там такого нет отчётливого. Но мешка никакого у них нету. Кожного мускульного. Как вы понимаете? Они, получается, допустим, пауку возьмём эти кутикулы, кутикулярные кутики, и под ней уже гиподерма? Да, гиподерма, а потом уже идут мышцы в виде пучков. Там в основном есть и поперечно-полосатые, и гладкие у раков, у пауков, а у насекомых только поперечно-полосатые. Везде. Я вам так скажу, потому что даже во внутренних органах только поперечно-полосатые. Поэтому они настолько сильными стали в процессе эволюции, что они очень быстро сокращаются. А гиподерма, она как представлена у паукообразных или так далее? Одинаково она у всех представлена. Это обычные однослойные петели. То есть разницы никакой нет? Я не знаю какого. Это точно для ЕГЭ нет, не надо. Потому что если мы будем изучать только зоологию, то там совсем другое получается. Там начинает открываться ряд терминологий, которые вообще, я вот даже сейчас углублённые опять составляю, я понимаю, что я, наверное, вообще никогда не составлю их в этом году. То, как я их хочу составить, у меня такое чувство, что это будет два года. Потому что реально это не нужно ни для ЕГЭ, ни для ДВИ. Это просто дополнительная страховка. Но там если всё тщательно составлять, все тексты меня не устраивают, мне только устраивает то, что уже вам выложено онлайн, а другие углубления, но это просто что-то нереальное. Это так надо долго редактировать. Это совершенно... Сейчас пришло у меня мнение уже к тому, что это как будто что-то другая специализация. Ладно, хорошо. Дальше куда мы едем? О чём мы говорили? Нервная система, да? Грибовидные тела. Мы сказали несколько слов, да, что это ассоциативные центры у насекомых. Есть такие дополнительные. Вот пока что вот такая ситуация с нервной системой. Но брюшная нервная цепочка у всех есть. Очень сильно начинают срастаться ганглии брюшной нервной цепочки. Вот это тоже черта, членистоногих. Вот об этом пишут. Они не такие прям растянутые, как у кольчатых червей, помните? А сближаются, начинают срастаться в значительной степени. Всё, пищеварительная система. Да, здесь, конечно, ярко всё очень. Но давайте с насекомых, например, начнём. У них печени нет, представляете? Модель та же самая, передняя, средняя и задняя кишка. Это вообще у всех членистоногих. Это досталось им ещё от кольчатых. Но вот печени у них нет. Передняя кишка заканчивается желудком, а он называется жевательным. Потому что там есть хитиновые зубцы. Как вы понимаете, насекомые у нас… Вы знаете, что насекомые едят? Синтетику, капроновые колготки. Полиэтиленовые пакеты. Да, то есть всё подряд. Совершенно не разбирая. Во-первых, им одежду, куртку какую-то съесть — это вообще не составляет труда. Да, или шубу человеческую, моль. Да, есть такая. Но оказывается, они даже синтетику едят. Там какие-то есть насекомые, которые что-то такое съедают, что экологически вредно, они всё это съедают. Я забыл, как они называются. Там какой-то химикат. Ну, это, конечно, потрясает. Вот этот жевательный желудок характеризуется тем, что у него есть хитиновые жерновки, которые могут перетереть очень много разной пищи. Потом пища поступает… Вот желудком заканчивается передняя кишка, потом пища поступает в среднюю. А у средней кишки есть такие выросты вначале, слепые выросты. Там очень хорошо начинается всасывание пищи. Да, и очень качественно. Вот слепые выросты у нас и у пауков есть, и вот у насекомых достаточно приличные там всасываются. И определенные также в средней кишке и в слепых выростах выделяются секреты кишечных желез, потому что печени у них нет. А задняя кишка содержит у них так называемые ректальные железы, которые всасывают избыток воды. То есть у насекомых вообще всё построено на экономии воды. Это как вот у этих, знаете, в каких там странах у нас воду экономят? Саудовская Аравия, Кипр. Да, там очень сильно экономят воду, потому что там высокая соленость везде. Поэтому, кстати, в моче у них почти нет воды, у насекомых. Да, с твёртыми отходами тоже не выходит практически вода, она всасывается назад вода ректальными железами. А в моче основное вещество называется мочевая кислота. Это мелкие кристаллики насекомых, которые воды практически не содержат. У пауков, например, основное вещество в моче называется гуанин. Это тоже кристаллики. Гуанин как? Да. Азотистооснование? Азотистооснование гуанин. В общем-то, в ДНК. Скоро у нас начнётся милая, дорогая общая биология в январе. Собственно, для тех, кто доживёт до января. Я шучу, конечно. Но, в общем, самое интересное, что-то в январе. Что такое общая биология? Цитология, генетика, эволюция, экология. Как задачи? Задачи по цитологии, по геноэтике. То есть основное вещество выделения у всех это мочевая кислота? Нет, у насекомых. А, у насекомых. У пауков это гуанин, кристаллики, как и мочевая кислота, кристаллы. А сейчас мы выделить, но попозже перейдём. Я скажу какие-то, ну, про рака вещества только скажу. А у раков это мочевина всё-таки. Раки не экономят воду, как и мы с вами. Вы мне не зачем? Мы с вами тоже не экономим. Считается, как бы мы эволюционно должны много жидкой пищи потреблять. Да, как бы у нас тоже мочевина в основном. Основное. У нас есть плодомочевая кислота тоже. Скажите, а если, допустим, насекомые могут скушать какой-то пакет полиэтилена, он же есть, ну, предположим, если мы переработаемся, то с него же никакой пользы, ну, никаких. Я вот сейчас не могу точно это комментировать. Я не специалист именно по насекомым. Видимо, что-то они получают, раз они это едят. Значит, по поводу веществ. Вы знаете, что могут всасаться там? Значит, они как-то всасываются. Что там они едят? Я, честно сказать, у меня как-то я видел где-то когда-то, в общем, знаете, вот такие продаются всякие полиэтиленовые упаковки, там упаковывают сухофрукты в них. Я видел, что там даже моль может вот эти полиэтиленовые все съедать снаружи, прогрызать и... Моль прогрызать, это не для того, чтобы яйца съедать? Возможно, и для яиц, но у меня есть данные, что они питаются еще капроном, например. Да, это было установлено. Какие-то насекомые. Какое там... Ну, шуба, хотя бы это белок, кератин. Да, шуба, это вот как наши волосы, моль может и нашими волосами питаться. Да, это белок, кератин. Хотя бы это белок, собственно говоря, что полезно, белок ешь. Потому что белок какое-то количество энергии может дать. В принципе, на волосах можно прожить. Если одни волосы есть. Ну, это же белок, кератин, белковая пища. Он превращается потом в энергию АТФ, можно вырабатывать. Это же богачам, у которых шуб много, надо им рассказать, что надо делать в голодное время. Собственные шубы есть, я понял. Ну, по поводу человека, то что... Ну, там, скорее всего, какая-то микрофлора специально это все перерабатывает. И не все белки можно так переработать. У нас проблема. Мы отравимся, если мы будем с вами чистый белок есть. У нас белки дают ядовитые вещества, как аммиак, мочевая кислота, мочевина в большом количестве. Вот, нам сильно много белков нельзя. Попробуйте, сядьте на диету белковую, на одни морепродукты. Сразу отреди начинают пахнуть аммиаком. Да, вот на одних морепродуктах просидеть, это точно не наша пища. Я уже это... На одном мясе красное. На одном мясе, там, кто-то вот это говорит. На севере очень много людей. Я не уверен, что северные народности долго живут. Да, которые едят очень-очень много мяса, рыбы. Вот, я что-то с этим, в этом сомневаюсь. Всё-таки никто не отменял углеводную диету. Да, всё-таки у нас и для ЕГЭ тоже это важно. Если вас спросят, чего больше пищи должно быть, однозначно углеводов. Но, собственно говоря, понятно почему. То есть не значит, что там жареная картошка, одни крупы должны быть. Салаты и фрукты. Вот это очень важно, что в углеводной пище. Есть же понятие безуглеводной диеты. Ну, безуглеводной диеты, я считаю, надо держаться подальше таких диет безуглеводных. Так что-то такая белковая, жировая только. Это что надо тогда есть? Я не знаю. В общем, но это опять же, это очень опасная диета, я считаю. Смысл гликоген, как углевод, именно в том, что он очень быстро разжигается. Поэтому в первую очередь здесь пользуются жиры, сложнее разлагать и так далее. Белки крайне... Вопрос, что нам есть, понимаете. Гликоген же мы самое большое. У нас все думают, что питание это несущественный элемент жизни. Но, как мы понимаем из биологии, это самый важный. Что питание и нервную систему содержит, да, и все клетки содержат, пища. Поэтому это принципиально важно. Слышки вы станете. Да. Поэтому посмотрите, что происходит. Как в школе, какие продукты в школах сейчас продают. В школах чипсы продают, оказалось. У вас продают чипсы в школах? Не продают. Гамб... Что? У нас хот-дуги начали продавать. Хот-дуги продают. Ну, хот-дуги-то еще ладно, но чипсы там... У нас чипсы есть, шоколадки. Шоколадки, это же вообще отстой. На самом деле, извините за фразу. Если у них их требуют, то скорее начинаем много. Что пользуется, что пользуется. Ну да, чтобы заработать. И у нас получается только передняя, средняя и задняя кишка. Задняя кишка оканчивается анальным отверстием. И все? Да. Все, возвращаемся. На чем мы остановились? Это мы обсуждали насекомых. Да, фактически. У пауков, в общем-то, та же самая модель. Только единственное, что глотка сосательной называется. И желудок сосательный. В этом ключевая особенность. И пищеварение у них вне кишечное. Вот еще интересно. По большому счету, у пауков оказалось, кроме желудка сосательного в передней кишке, у них еще есть один желудок в средней кишке. То есть сосательный желудок есть и есть еще… А сосательный желудок в передней кишке? В передней кишке, да. А оказалось, есть еще просто желудок, но это вообще не везде пишут. Это я сейчас в углубленной литературе читаю. Что есть еще отдельный желудок, который уже входит в состав средней кишки. И вот он начало средней кишки представляет собой желудок. А дальше в средней кишке множество слепых выростов, которые тоже паук поэтому поел один раз и может долго не есть. Да, потому что вы понимаете, что у таких, как пиявки пауки, они один раз нападут из кого-то, что выпьют все это, кровь или уже пищу готовую, и могут долго не есть, потому что у них слепой кишки много тут еще. Долго пища может сохраняться, перевариваться. Вот такая история. Получается, как они вбрасывают терминку, откуда они берутся терминты, чтобы вбрасывать в тело жертвы? Да, когда кусают хелицерами, у них на хелицерах яд, а выделяют они в жертву секрет слюны, слюна у них очень хорошо переваривает жертву, их слюна, и секрет печени. И вот эта слюна и печень паука будет переваривать жертву снаружи его тела. То есть секрет печени, но печени нет? Нет, у пауков есть, у насекомых не было. А, понял. Да, у пауков есть печень, и у раков тоже печень есть. То есть из печени есть канал, который ведет к хелицерам, а оттуда уже тело жертвы? Нет, в хелицерах канал, это ядовитый железы канал, то есть хелицеры они разрезают, то есть повреждают жертву, и яд выделяется из хелицера. Это смертельный такой парализующий яд, из хелицера выделяется. А другой, а слюна и печень, и секрет выделяется через рот. Паук же ртом прикасается к жертве и впрыскивает в нее и слюну свою, и секрет печени. Они прямо из жрудка вот так выходят, и, допустим, вырабатываются там, впрыскивают? Ну, фактически в глотке и слюны, и железы. Протоки, да, есть. Что? Что яд? Да, ну скорбионы яд, вы знаете, от хвостика вот этого, да? Да, а как он сюда попадает? Хороший вопрос. Естественно, вы понимаете, что яд может не только через хелицеры выделяться, да, яд может вырабатываться в разных клетках. Как туда попадает? Значит, там есть какая-то железа ида витая. Если они экономят воду, разве их не пресс-образно тратить воду в яд? Яд же чего-то должен создавать? Ну, значит, вы же понимаете, что воду надо экономить, но это же не значит, что из-за этого настолько сильно экономит, даже и яда не будет из-за этого. Скорпион один раз он хватит, и на год могут допитаться, и жить спокойно, это прекрасно. Да, они экономят воду, но какое-то количество воды все-таки есть. Для яда там достаточно. Скорпион не так часто свой яд тратит. Он там больше угрожает этим всем, да? Поэтому... Просто чтобы яд восстановился после выкрыски, ну, одну сутку минимум нужно. То есть он один раз если клюнет, ну, может быть. Ему больше нет. Ему больше нет. Этого не будет в ЕГО, скорее всего. Сколько там, кого суток. Так, куда мы дальше идём? В раке. Всё. У раков два желудка. Жевательный и цедильный. Жевательные хитиновые зубцы содержат. Цедильный. Здесь уже фильтрация. Фильтрация такая идёт пища. А что касается печени, то у рака печень... В некоторых источниках называют печень, называют печенью, но чаще всего и правильнее называть пищеварительной железой её, не печенью. Знаете почему? У раков железа играет роль... У раков одна железа играет роль и печени, и поджелудочной железы. Что это означает? Это означает, что она, судя по всему, много выделяет ферментов. То есть, ну как вам это сказать? Давайте ещё раз. Вот, железа одна, у неё и функции печени, и поджелудочной железы. Ну поджелудочной железы, дело в том, что как поджелудочная, она секрет выделяет, который все виды веществ органических расщепляет. Белки, жиры, углеводы. Да, как поджелудочная. А как печень, она выделяет желчь, которая может... Эмульгировать жиры. Жиры эмульгировать, да, расщеплять крупные жиры до мелких. И третья функция. Знаете, она какая? Это печень, вот эта железа. То есть, это как бы не чисто печень, да? То есть, это будет печень и поджелудочная. И поэтому называют её не отдельно печенью, а именно пищеварительной железой. Она в одном лице. И ещё она осуществляет всасывание пищи. Представляете? Чтобы железа какая-то была. Представьте, у нас в печени поджелудочная ещё бы что-то в себя ещё всасывало. Да, это странно очень. Вообще всасывание только в кишечнике. А вот у них всасыванием занимается это чужие сами. Кстати, как депо крови по спонологии получается? Депо крови? Ну, я никаких не сказал бы, что тут депо именно. Вы знаете, я ещё хотел сказать, что у неё даже есть полостное пищеварение и внутриклеточное. То есть, два вида пищеварения у пищеварителя этой железы. У именно этой пищевой той железы? Да. То есть, она может... У неё есть некая полость, где там полостное пищеварение осуществляется. И её клетки также могут прям внутрь себя. Да. Ну, такая странная железа. И она, получается, находится в сцедильном? Она свой проток... Она там вот где-то в области желудка, но проток её впадает в среднюю кишку, не в желудок. Потому что желудок это ещё... Желудок это ещё передняя кишка. Да, то есть, вот передняя, средняя и задняя. Желудок на передней заканчивается, а вот потом средняя идёт. И вот сюда в среднюю вот эта железа, свой проток именно в среднюю. Оскоксидильного выживут? Да, да. Ну и плюс железа, видите, ещё может всасывать. Вот такая история. Всё, пищеварительное закончили, переходим в кровеносное. У всех она не замкнутая. И сердце, конечно же, имеется у всех. Ну, чуть-чуть разное. Давайте не будем, это не очень принципиально. Есть там трубчатая, расширенная. Трубчатая это у насекомых, а у пауков более плоская и у раков. Расположение сердца там чуть-чуть разное. Это уже не очень принципиально для ЕГЭ, я считаю. Кровь называется гемолимфой, да. И как Вы думаете, откуда поступает кровь в сердце? В семь членостоноги. Вот такое можно было сделать. А там она же, поскольку умывает внутри полости, которая есть у них в флексеции, она умывает органы и обратно через клетки собирается и приходит в сердце. Но всё-таки, конечно, да, она после органов придёт в сердце, но до этого эта кровь должна обязательно попасть в органы дыхания. Либо в жабры, либо в, там есть ещё трахеи, например, у кого-то, и лёгочные мешки. То есть обязательно в органы дыхания кровь попадёт, чтобы стать красной. Поэтому она станет красной, а потом уже пойдёт в сердце. Поэтому в сердце всегда красная артериальная кровь у всех членостоногих. И сердце, кстати, приподнято, оно находится на спинной стороне. В отличие от хордовых, у хордовых внизу сердца, на брюшной стороне. Сразу могу сказать вам. Вот это основное, что хочу. А какое-то количество есть гемоцианина в крови, который содержит медь. Поэтому кровь может быть такой чуть-чуть, иметь прозрачный оттенок фактически. Всё. И переходим так, дыхательное. Давайте с насекомых начну. Был такой вопрос ЕГЭ. Почему насекомых кровь не переносит кислород? Вот, казалось бы, вроде как дышать надо, чтобы вдохнули, а потом кровь ещё несёт, да, кислород? А вот насекомых, они вдохнули, у них, во-первых, почему кровь не переносит кислород? Первое. У них имеются трахеи. Мелкие трубочки, по которым доставляется кислород. Вот, мелкие трубочки дыхательной системы трахеи, по ним доставляется кислород. Поэтому кровь не переносит кислород. Второе. Трахеи осуществляют транспорт. Давайте так. Так, трахеи изнутри высланы кутикулой и осуществляют транспорт кислорода каждой клетки тела. Вот это вот ключевая мысль, что каждой клетке. Это очень круто, кстати. Я сейчас подумал. Кутикулы высланы трахеи? Да, кутикулярной спиралью. Поэтому они, кстати, не спадаются. Даже когда насекомые сгибают свое тело, там кутикулярная спираль держит трахеи в расправленном состоянии, и у них ничего не сгибается. Вообще, конечно, насекомые, конечно, потрясают. Представляете, некоторые насекомые способны видеть в ультрафиолетовом свете. Да, Рай Богомут. Да, это что-то интересное такое, конечно. Они потом видят это. Потом видят, да. Интересно. Так, ну ладно. А спирализацию даже увидят, это просто слабое. Какую спирализацию? А потом они поток получил, он имеет разное направление, это спирализация как бы называется. Так, ну ладно, поняли, да, идею? Вот про трахеи мы сказали. Поэтому все на эту ситуацию. А там вакуум-то получается? Да, это был бывший вопрос, короче, ну в общем, самый первый вопрос на второй части. Там же семь вопросов, да, и самый первый, это вот как бы что-то новенькое, применение знаний в новой ситуации называется. То есть какой-то странный вопрос. Казалось бы, у насекомых есть кровь, да, она должна переносить кислород, но она не переносит. Почему? Питательные вещества, получается, переносит? Да, питательные вещества и продукты обмена транспортирует. Все, у них специальные отверстия из дыхальца, которые на брюшке в основном находятся. А через них поступает кислород. И на груди, на груди тоже дыхальца есть. После дыхательной мы должны перейти в выделительную. У насекомых мальпигевые сосуды и жировое тело. Мальпигевые сосуды, такие слепо замкнутые сосуды, многочисленные, каналы которых впадают на границу средней и задней кишки. И они содержат вот как раз эти кристаллики мочевой кислоты. У насекомых, правда, то есть каналы на границе средней и задней кишки впадают в мальпигевые сосуды. Плюс еще есть жировое тело или почки накопления. Представляете, насекомые до конца жизни таскают в себе собственные ядохимикаты. А в почках накопления у них кристаллы мочевой кислоты накапливаются. Вообще не выводятся даже. Они должны камни умирают. Что? Ну это практически как камни, да. Нет, это не умирает. Ну, знаете ли как, медленно умирают всю жизнь. Знаете, есть концепция, что человек, родившись, постепенно начинает умирать. Медленно мы умираем. Если вы будете курить, вы будете умирать быстрее. Но фактически мы уже сами умираем. Уже давно это началось. Вопрос, когда это… Что? Вы говорили, что кислорода у нас в кислороде очень много. Я говорил, что у нас, когда мы рождались, у нас водность, воды была 90% в клетках. Да, сейчас постепенно, я не знаю, ну хотите померите, сколько у вас воды в клетках. Я не знаю, есть такие вообще сервисы измерения воды. Но у пожилых людей порядка уже не 90%, уже 60%, да, а то и меньше. Посмотрите на кожу, состояние кожи. В общем, чем больше мы теряем воду, тем, по сути, мы ближе к смерти двигаемся. Потому что, в принципе, вода должна наполнять клетки, и гидротация должна быть хорошая. Если правильно понимаете, работе было у нас с помощью, в которой не особо долго-то живут, да? Нет, оно у всех есть. А у всех есть? Да, и я такой, можно сделать вывод, что там всякие химикаты, но там и полезные вещества. Запас жира. Вот у человека жир, например, вы думаете, что это очень плохо? Плохо. Это и плохо, и хорошо. С одной стороны, плохо, что в жирах у нас откладываются капсулы токсических веществ, могут откладываться. Но это, правда, индивидуально, там у кого-то больше, у кого-то это очень мало. А с другой стороны, ну, то есть, как бы плохо, да, токсины в жирах есть. Второе плюс, ну, конечно, если вдруг что-то, организм всегда использует этот долгосрочный материал жиров. Если в магазинах продукты исчезнут, да, как бы, на жирах можно месяц еще протянуть, возможно. Как педивы сосуды у пауков и как там происходит? Они только у пауков и насекомых. А я, кстати, сразу вам хочу сказать, у пауков они тоже есть. И тоже на границе средней и задней кишки. А вот у раков там что? Жировое тело только у насекомых. Да, жировое тело только у насекомых, но там запас жиров тоже есть. Дело в том, что у насекомых есть еще такие перекардиальные клетки, тоже как жировое тело вокруг сердца концентрируется. Это тоже выделительные органы. Тоже там химикаты в основном содержатся. У раков только две почки. Рядом открываются они рядом с короткими усиками. И эти две почки называются зеленые железы. Все, больше ничего нет. Оттуда стекает моча рядом с усиками. Чем-то напоминает на мне круглых червей, что моча рядом с глазами. Ну, да. У нас такой смешной момент, я уже сказал, что у нас у морского ежа глаза вокруг анального отверстия. Да, то есть у нас очень бывает по-разному. Но еще моллюск у него все было. А это не моллюск, морской еж. А, это голокожий. Ну, я иглокожих вам сегодня высылаю. Я их не успеваю рассказывать обычно. Их не будет в ЕГЭ. Но так на всякий случай их прикрепляю. Вот. Но вот морской еж – это иглокожие. Да. Ну, с ушей в ногах, я не знаю, в руках. Нет. Голова, головоногие есть. Головоногие. Казалось бы, голова должна быть и нога. А где? Ноги нет. Не знаю, кто это придумал назвать головоногие. Голова-то есть, а ноги нет. Это вместо ноги щупальца и воронка осталось. То есть нога вообще преобразовалась в щупальце воронок. Ну, правда, туловище есть. Почему не назвали головотуловичное? Не знаю, кто это назвал. Спасибо. Продолжение следует...